На берегах этого озера было неолитическое поселение. Люди пришли в Альпы вслед за уходящим ледником, протоптали тропы и дороги, по которым мы ходим здесь по сей день. Вертикальный горный ландшафт не оставляет свободы для выбора оптимальных траекторий. Древние дороги Древние дороги – источник жизни городов и государств. Дороги старше государства. Чтобы возникла история, география уже должна существовать. Поэтому мы и говорим – все дороги ведут в Рим. А сегодня мы идем по древней римской дороге в обратном направлении – на север. Виа Францижена – дорога франков. Один из путей, связывающих Рим со всей остальной Трансальпийской Европой. Ведет она, согласно своему названию, из Рима в земли франков и далее бриттов. Вверх по течению – текущий из монбланских ледников Доры Балтии. Эта дорога уводит через Синбернарский перевал в Швейцарию, Германию, Францию, Бельгию и далее в Англию, соединяя Рим и Кентерберийское аббатство. По ней ушел в историю и в вечность Ансельм Кентерберийский, в Кентембуре известный как Консельм и Заосты. По ней прошли и Карл Великий, и Наполеон, не менее великий, со своими войсками. И Ганнибал со своими слонами, ободрав им об скалы бока, прошел по этой долине, перевалив через Альпы и ушел войной на Рим. Стало быть, древние дороги – это переход не столько в пространстве, сколько во времени. Народы мира ушли по ним в будущее. А мы, ступая по тем же камням, погружаемся в прошлое. Эта маленькая церковь носит имя Святого Рока, популярного местного святого, в честь которого ее построили жители города Карема на скале над своим городом в XVII веке, в благодарность за избавление города от оспы. Церковь в обычное время закрыта. В августе здесь проходит праздник в честь этого святого. Два священника из города поднимаются сюда вместе с процессией и празднуют таким образом это событие. Благодарить святых за чудесное спасение от массовых заболеваний – это давняя традиция в Италии. И здесь особо принято благодарить их путем возведения в их честь такого рода недвижимости. Неизвестно пока еще, какого именно святого назначат спасителем от COVID-19. В Индии уже целый культ по этому поводу сформировался. В Италии пока еще все в процессе. Но я думаю, что это будет какой-то очень уважаемый святой. Городок Карема утопает в собственных виноградниках. Вино на биол – это повод специально сюда приехать и устроить дегустацию в одном из погребов. Здесь кончается Пьемонт и начинается Валя Даоста. Независимая область Италии. Возможно, самая независимая. Римляне усовершенствовали кельтскую дорожно-транспортную инфраструктуру. Расширили, выровняли и замостили тропы. Построили мосты, прорубили проходы в скалах. И отметили на своих картах эту дорогу двумя башенками, знаком консульского статуса. Что означало стратегическую важность направления. Дороги – кровеносная система в теле империи. Империя – это не легионы. Это сначала информация, а потом легионы. Это способность донести до отдаленных провинций кодекс римского права. При помощи легионов, разумеется. Когда империи разрастаются до невозможности эту информацию своевременно доносить, империи распадаются, а камни остаются. Этот мост построен в эпоху Гая Юлия Цезаря, возможно, по его инициативе. И представляет собой примерно то, чем является современный кабель оптоволоконной связи в системе современного интернета. Канал ретрансляции информации. Кто владел мостами, тоннелями, перевалами, дорогами, тот владел миром. При Великом Цезаре Рим продвинулся дальше этого моста лишь на пару километров. Укрепленную со всех сторон, населенную воинственными саласцами, долину Аоста, они сумели завоевать лишь при Октавиане Августе. Ну и назвали долину в его честь. Эта арка стоит здесь не просто так. В те времена вообще ничего не строилось просто так. Место для строительства чего бы то ни было выбирали жрецы, наблюдавшие за ходом небесных светил. В полнолуние, в канун зимнего солнцестояния, луна восходит ровно над вершиной, на которую нацелена эта арка. Луна в кельско-римской традиции была связана с культом Дианы, которая, помимо прочего, была покровительницей путей и перекрестков. Так что это место – ворота в Альпы, как в сакральное пространство перехода между мирами.